Всем привет! Существует на YouTube колоссальное количество лохотронщиков, которые говорят о том, в чем абсолютно ничего не понимают. И я вам сейчас дам великолепнейший пример. Один из таких людей – это Александр Уманчук, который сам себя назначил музыкальным критиком и с умным видом надувает щеки и обсуждает оперных мировых звезд. В то время как сам он не умеет ни петь, и у него нет ни голоса, ни слуха. У него слух просто ужас и кошмар. И я вам сейчас дам один куплет, и я абсолютно четко отметил, в каком месте он фальшивил, на каком слове, на каком слоге. Значит, меня развеселило очень его пение, это раз. Я даю, ребят, я вам даю только первый куплет. Вообще-то я, так сказать, проверил досконально два куплета, но мне просто надоело, и я решил, что одного куплета достаточно. Он в одном куплете сфальшивил три раза. Это только грубая фальшь. Мелочи я не собираюсь выковыривать. Бог с ними. Ну, то есть в первом куплете он сфальшивил три раза, и несколько раз еще сфальшивил во втором куплете. На второй куплет я вам не буду показывать. И вот вначале меня развеселило то, как он спел, но еще больше меня развеселила мимика Юлии, потому что ее мимическая реакция на его пение, это просто, знаете, это как комедия Чарли Чаплина. А, разумеется, она это делала непроизвольно, но не может человек с хорошим музыкальным слухом. Кстати, Юля замечательная певица. Она закончила какой-то, я предполагаю, она закончила либо эстрадный факультет, либо педагогический факультет. Мне кажется, даже я больше склоняюсь. Мне вначале казалось, что она эстрадный факультет закончила. А потом я все-таки, наверное, все-таки номер один, это педагогический факультет. Там у них, ей попался очень хороший педагог вокала. Вот, она замечательно поет. Кстати, Уманчук закончил 4 года. Какой-то колледж, он закончил, по-моему, мускомедий, что ли, опереточный факультет. Ребята, он отучился 4 года, у него нет музыкального слуха. Его голос я обсуждать не буду. Нет. Вот, извиняюсь. Если кому-то очень интересно, то напишите мне. Если вы очень сильно хотите, чтобы я его голос обсудил, дефекты его пения. Но это будет отдельная тема. Значит, следите, во-первых, за мимикой Юли. Значит, внизу, в нижней части я написал слова песни, и большими буквами я выделил то место, где он сфальшивил, чтобы вам легче было определить. Вот, что касается мысли Юли, как я прочитал по ее мимике, я написал у нее над головой. И посмотрите за ее мимикой и скажите, согласны ли вы с тем, что я написал. Правильно ли я угадал ее мысли или нет. На этом все у меня. Желаю всем удовольствия от прослушивания. Не знаю, получите вы или нет. Но я уже второй день смеюсь. То есть, вчера я посмотрел первый раз, посмеялся. Вот, а сегодня я, не знаю, вот сколько мне заняло времени, вот это вот делаю, я до сих пор смеюсь. Ну, что вам сказать, ребята. Саша, конечно, специалист в кавычках. Пока. Желаю всем удачи. Ну, Юля, а мне что? По полю вдвоем мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. А, напоследок чуть не забыл. Я, так как я человек добрый, то я Саше и Манчуку дам несколько советов. Очень ценных, очень ценных. Первое. Нужно закрыть рот и не петь до тех пор, пока, Саша, ты не натренируешь свой музыкальный слух. Каким образом ты его будешь тренировать? Ищи упражнения. Я в свое время свой слух тренировал. Я искал упражнения. Я упражнения не нашел. Мне пришлось самому себе придумать 4 упражнения для отработки музыкального слуха. Так что мужайся, ищи упражнения. Если повезет, и ты найдешь хорошее упражнение, то у тебя разовьется слух, и ты сможешь. Наверное. Ну, хотя, знаете, это очень сомнительно. Все-таки 4 года человек отучился, и слух полный ноль. Вот, но надо все-таки, знаете, надежда всегда должна быть у человека. Потому что я вот, вот у меня слух такой, такой же был дубовый, как у Саши приблизительно 3 года назад. Вот до того, как я вот этими упражнениями занимался. Так что я, в общем-то, ему сочувствую. Но в отличие от него, я никогда музыкой не занимался. Ни с педагогами, ни в какое учебное заведение не ходил. Так что я лично имею право полное скрипеть, как не смазанная телега. Значит, вначале разберись со слухом. Пока не натренируешь слух, рот закрой и ни ноты не пой. Потому что это просто, ну, комедия Чарли Чаппе. Следующий. После того, как ты слух отработаешь, иди к педагогам-оперникам. Иди к педагогам-оперникам. Потому что только педагоги-оперники могут научить хорошо петь. Вот, например, Дятлов учился у Эдуарда Хиля. А Хиль по образованию оперник. Вот Сергей Волчков, оперник, по-моему, какой-то оперный факультет заканчивал. Магомаев, у Магомаева было оперное пение. Юрий Гуляев, это вообще фантастический оперный певец. Он работал в опере 20 лет. И на эстраде был, и в опере. То есть он, конечно, это вершина, вершин. Кого еще называют? Ну, Тамара Синявская всю жизнь проработала в опере. Она не очень часто пела там на Голубых огоньках. Пока!